До сих пор не отпускают Майка Помпео сенаторы из Комитета по международным делам. Именно он рассматривает кандидатуру на пост госсекретаря США. И демократы, и республиканцы, представители этого комитета, активно спрашивали Помпео о его взглядах на внешнеполитическую деятельность президента Трампа по тем или иным направлениям. Но при этом Помпео сразу дал понять, что он не намерен рассказывать о содержании своих бесед с Трампом, которые имели место на протяжении последнего года с небольшим, когда он занимал пост главы ЦРУ. Но при этом он подчеркнул, что никаких противоправных указаний от президента, по его словам, за этот период никогда не поступало. И что самое интересное, он сказал, что Роберт Мюллер допрашивал его по делу о российском расследовании, но при этом не привел, конечно, никаких деталей, но при этом сказал, что он полностью сотрудничает с этим расследованием. Поскольку некоторые выдержки из вступительной речи Майка Помпео стали известны заранее, поскольку Белый дом опубликовал их на своем сайте, было ясно, что Майк Помпео скажет о своем отношении в адрес России и о том, что он выступает за прекращение многолетней, как он выразился, политики мягкой силы в отношении Москвы. Цитата, теперь с этим покончено. У действующей администрации есть длинный перечень действий, направленных на то, чтобы увеличить издержки для Владимира Путина. При этом, отвечая на вопрос сенатора-демократа Бома Менендеса, который попросил прокомментировать твиты Трампа, последние в том числе, о том, что России якобы нужна поддержка со стороны США, в том числе экономическая. И вот давайте послушаем, что ответил на этот вопрос Майк Помпео. Эта администрация принимает целую серию мер, призванных дать решительный отпор Путина. Ответьте на мой вопрос, каким образом Кремль дал понять, что хочет улучшения отношений с США? Сенатор, все знают о моей позиции относительно угрозы от России в отношении Америки. И если я буду утвержден на пост госсекретаря, могу заверить вас в том, что эта администрация продолжит, как она делала это на протяжении последних 15 месяцев, принимать меры, направленные на то, чтобы дать отпор и перезагрузить отношения с Россией. То есть это своеобразная перезагрузка, но с определенными жесткими мерами, если правильно понимать Майка Помпео. При этом он говорит, что основной целью Владимира Путина он видит подрыв западных демократий в советском, причем, стиле, как он подчеркнул. И при этом он прокомментировал, конечно, другие темы, такие как КНДР, соответственно, решение проблемы северокорейской. Он сказал, что он никогда не заявлял о необходимости полной смены режимов КНДР, обязательной смены режима. Он сказал, что главное добиться того, чтобы Ким Чен Ын не мог угрожать Соединенным Штатам. Кроме того, что касается Ирана, он сказал, что хотел бы решить вопрос со сделкой и использовал термин «отладить соглашение», но не сказал, что США могут выйти из сделки или что он поддерживает выход из этой сделки. При этом многих, не только демократов, интересовало, готов ли Помпео пойти наперекор президенту, в частности, по каким-то определенным вопросам. И он ответил, что знает о своих возможных обязанностях на этой должности, но не стал вдаваться в подробности того, готов ли он в случае чего воспрепятствовать президенту по тем или иным направлениям. Я предлагаю послушать, что сказал председатель комитета по международным делам Боб Коркер вот как раз на тему таких неких взаимоотношений между Трампом и Помпео, которые якобы ближе, чем с Тилерсоном. Я знаю, что у вас сложились близкие отношения с президентом, и я верю, что они могут помочь вам, если вы будете утверждены на пост госсекретаря. Как бы то ни было, многие из тех, к кому прислушивались, были затем уволены или уходили в отставку. Поэтому вполне логично, что мы хотим узнать, являются ли эти взаимоотношения искренними и здоровыми, или они направлены на то, чтобы просто поладить друг с другом. Многие эксперты в Вашингтоне гадают на тему того, насколько большим ястребом окажется непосредственно Майк Помпео в том случае, если его назначат на эту должность, в том числе в отношении Москвы, ну и а также будет ли он придерживаться дипломатических мер, поскольку многие считают, что он сторонник военных вообще методов, военных операций, как, например, Джон Болтон, который был недавно назначен советником президента по национальной безопасности. Давайте послушаем мнение экспертов. Госдепартамент хочет находиться на передовой внешней политике США. Госсекретарю Тиллерсону было сложно из-за дистанции, которая, как мы знаем, существовала между ним и президентом. Именно поэтому, когда он встречался с коллегами из других стран, было не очень понятно, представляет ли он позицию президента Трампа на самом деле или нет. Думаю, Помпео такой проблемы не будет. Думаю, Помпео больше ястреб и больше трампист, чем Тиллерсон. Он больше подходит под новую волну, которую я называю американским национализмом. Мы наблюдаем подъем национализма во многих странах. Интересно, что Помпео выступил на эту тему также и сказал, что он не согласен с теми, кто считает его ястребом. Сказал, что военные операции всегда должны быть лишь крайней мерой. Он предпочел бы достижение внешнеполитических целей президента путем упорной дипломатической работы. Что касается процедуры, процедура такова, что сейчас в Комитете по международным делам, после завершения слушаний, должно будет состояться голосование. И преимущество очень маленькое, минимальное даже сказать. Можно сказать, на стороне республиканцев всего в один голос. Но при этом Рент Пол, республиканец, сказал уже, что он сыт по горло назначенцами, которые придерживаются военных методов. И, судя по всему, он будет голосовать против. В таком случае кандидатура Помпео может пойти в Сенат без рекомендации положительной. Но что касается голосования в самом Сенате, оно в любом случае состоится. Именно всеобщее голосование Сената. И там преимущество тоже в один голос. 51 против 49 у республиканцев. Но при этом отсутствует Джон Маккейн, который, соответственно, лечится, проходит лечение и редко появляется здесь. Но, опять же, Рент Пол, если проголосует против и уже на общем голосовании Сената. Именно поэтому Майк Помпео и его советники проводят множество встреч с демократами здесь, на Капитолии, чтобы заручиться поддержкой хотя бы одного демократа.